Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале. Сегодня поговорим про инфляцию. В экономике всегда присутствуют две стороны, покупатели и продавцы. И вот эта вот экономика, она ограничена объемом товаров и услуг, которые она может произвести. И опять же, еще импортировать. Здесь еще есть валютная составляющая. Вот этот вот объем товаров и услуг, он должен быть обеспечен денежной массой, то есть количество денег, которые функционируют в экономике. Когда у вас государство начинает печатать деньги, то есть увеличивая денежную массу, а сама экономика не расширяется. То есть денежные средства, которые печатаются, они напрямую идут на увеличение зарплат, например. У нас сейчас происходит, что в районе спецоперации получают большие зарплаты. У военно-промышленного комплекса есть крупные заказы со стороны государства. Военно-промышленный комплекс начинает всасывать трудовые ресурсы со всей экономики. Сосет он это за счет того, что он может позволить платить высокую заработную плату. И таким образом государство, чтобы исполнить свои обязательства, во-первых, у него должна быть доходная часть бюджета, во-вторых, государство может занимать на рынке посредством выпуска облигаций. Третье, если этого недостаточно, оно начинает печатать деньги. Например, в Веймарской республике 20-х годов или, например, РСФСР в период 20-х годов. По результатам Первой мировой войны обе эти страны получили очень сильную галлопирующую инфляцию. Государство направляет значительные средства на военно-промышленный комплекс, на мобилизацию, на производство военных вещей. Оно печатает деньги. То есть, получается, деньги вкачали, получили пушки, автоматы, пулеметы, патроны, которые израсходовали. Война заканчивается, то, что произвели и оно осталось, пушки, автоматы остались. А деньги-то напечатаны, деньги в экономику-то поступили непосредственно. Производство товаров для народа, для потребления, не произошло. А через экономику эти денежные средства все равно в форме зарплат получили население, как у нас сейчас происходит. То есть, подпечатывает ли государство? Подпечатывает. И, соответственно, эта денежная масса увеличивается, но она еще не очень сильно тратится. То есть, то, что делает Центральный банк, в принципе, для сдерживания инфляции, то есть, когда начинает говорить, почему так, у нас там товары на продукты выросли, там, от 30 до 70 процентов, и поэтому реальная инфляция составляет, там, 30 процентов, а не 9, как и говорит Росстат. Ну, то есть, аргумент основной какой? Почему это? При официальной инфляции Росстата 9 процентов, почему Центральный банк делает ставку 18 процентов? Специально убивает экономику. Ничего подобного, потому, что у нас, получается, денежная масса увеличивается, она попадает все равно в экономику, работники ВПК получают, мобилизованные получают, на спецоперации получают. Где они там это будут тратить, это получают семьи. Семьи, получив эти деньги, начинают увеличивать скорость обращения. Когда в Веймарской республике начался галлопирующий рост инфляции в 21 году, сам военный конфликт закончился в 18 году, а инфляция начала разгоняться с 20 года. То есть, два года был какой-то непонятный ступор. С 14 по 18 год, 4 года подряд Веймарская республика печатала рейхсмарки. Рейхсмарки поступали в экономику. Но из-за того, что шли боевые действия, а после боевых действий был какой-то восстановительный этап, скорость обращения вот этой вот выросшей, адски выросшей денежной массы, насколько люди быстро тратят в экономике, скорость обращения очень сильно сжалась. Ну, это подобно тому, что человек попал в кому, кислороду нужно поступать ко всем органам для того, чтобы функционировано, а обменные процессы в организме замедлились. И, соответственно, вы взяли этому человеку дополнительно 2 литра крови в сандалили, чтобы увеличить объем вот этого средства, которое кислород доносит до всех органов. Пока человек лежит в коме, все нормально. И тут он приходит в себя. Обменные процессы начинают функционировать так, как они и функционировали. Но при этом объема крови в два раза больше. Что происходит с организмом? Он начинает взрываться. Очень метафоричный пример, да, но вот экономика примерно устроена таким же образом, да. То есть получается, что в 20-е годы денежная масса в экономике увеличивалась, реальное производство товаров, услуг не росло, а росло только ВПК. И в конце концов, когда сам конфликт был завершен и Германия та же самая была, на нее наложены репарации, она должна была выплачивать. То есть выплаты взять было неоткуда, потому что реальная экономика не справлялась, она была недоинвестирована. И для того, чтобы расплатиться со своим долгом по репарациям, еще больше начали печатать деньги. И как раз таки в период с 20-го по 23-й год был бешеный темп инфляции, не успевали переписывать, соответственно, ценники. Параллели никаких не находите, да, то, что происходит сейчас в нашей стране. Я не прогнозирую какого-то галлопирующего роста инфляции, но тем не менее, да, то есть вот эта вот высокая ставка, она обусловлена тем, чтобы снизить скорость обращения денег в российской экономике. У нас получается за год, за полтора года, в два раза увеличился объем денег, которые физические лица хранят на банковских депозитах. Потому что, когда ставка 18, ставка по депозитам там от 12 до 18 процентов, то есть центральный банк делает все достаточно правильно для того, чтобы не разогнать инфляцию. Когда спецоперация закончится, что будем делать дальше? Можем ли мы получить следующую волну инфляции? И здесь все будет зависеть опять-таки от ожидаемой инфляции, если она не будет погашена к этому моменту, да, монетарными способами, то риск того, что она будет носить более продолжительный, более галлопирующий эффект достаточно высок. Теперь гипотеза. Не индивидуальная инвестиционная рекламендация ни в коем случае. Мы можем констатировать, денежная масса России увеличилась, увеличивается и, скорее всего, дальше будет увеличиваться. Нам очень важно смотреть на такой показатель, как скорость обращения денег. То есть, нужно ударить по потребителю, чтобы он деньги не тратил, а чтобы он деньги сохранял. А для этого должны быть привлекательные инвестиционные инструменты. Второе, если выливается, то есть, каким-то образом стерилизовать. То есть, это ограничение на снятие. Это дополнительные налоги на доходы, которые получаются. Это стимулирование различными способами долгосрочные сбережения. То есть, то, что мы видим в рамках, например, индивидуальных инвестиционных счетов при небольших доходах, да, можно софинансировать пенсию. Куда эти деньги пойдут? Пойдут, в том числе, на фондовый рынок. Я предполагаю, что государство будет идти по пути стимулирования долгосрочных сбережений со стороны граждан. Почему я про это утверждаю? Потому что нужно трансформировать увеличившуюся денежную массу в стране в инвестиции в реальное производство. Нужно сократить инфляцию издержек. Сокращение инфляции издержек и стимулирование производства – это стимулирование инвестиций. Инвестиции через выпуск облигаций – раз. Через кредитование национальных проектов, которые имеют приоритеты с высокой производительностью труда. Со стимулированием частного сектора, в том числе, осуществлять инвестиции. Не с позиции того, чтобы выплачивать высокие дивиденды, а с позиции того, чтобы закупать новые технологии, расширять производство, создавать высокопроизводительные рабочие места. В условиях санкций, я не думаю, что они быстро будут сняты. Это является, ну, как бы, краеугольным камнем. Мы будем наблюдать реформы, реформы, связанные с ростом производительности труда. Почему я считаю важным сейчас об этом сказать? Что это не вопрос выбора, делать или не делать. То есть это делать будут, вопрос, когда это будут делать. Что делаю я для того, чтобы в конечном счете заработать? Нужно понимать, что любая галлопирующая инфляция, да и, в принципе, любая инфляция, защищаются от нее только люди-капиталисты. Люди, которые являются собственниками реально работающих бизнесов, которые создают прибавочную стоимость. Раз. Два – люди, которые владеют землей. Три – люди, которые владеют золотом. Да, то есть, когда вот эти вот инфляционные издержки можно на что-то переложить. Поэтому в своем инвестиционном портфеле нужно иметь золото, недвижимость и иметь реальные активы. Сильнее всего инфляция всегда бьет по самым бедным. И когда центральный банк прилагает со своей стороны максимум усилий, чтобы тормозить инфляцию, делает он это все достаточно правильно. На мой взгляд, вы можете с этим не согласиться. Если посмотреть на горизонт хотя бы 5-10 лет, я ставлю на то, что действительно одним из лучших способов сохранения и приумножения средств является вложение в реальный бизнес. Начиная с того, что в нем будет расти производительность труда. Он будет удовлетворять высокий спрос, а у населения есть деньги. Государство будет идти по пути снижения скорости обращения денег. В любом случае, потому что иначе мы получим галлопирующую инфляцию, которая никому не нужна. Это можно сделать за счет роста производительности труда и инвестиций. И поэтому покупка акций российских компаний сейчас является одним из хороших способов сохранения и приумножения средств. Я для своих собственных детей таким образом поступаю, инвестирую. Если вы считаете, где-то я прав и что стоит присоединиться к моим собственным действиям, связанным с сохранением и приумножением денег, присоединяйтесь лично ко мне. Каким образом это можно сделать, рассказываю в бесплатном мастер-классе. Ссылка на него в описании к данному видео. Проходите, смотрите, забирайте. Что же касается резюме. Скорее всего, на горизонте в 3-5 лет можно говорить о том, что будет проводиться значительные меры, связанные с сокращением скорости обращения денег. С попыткой каким-либо образом ограничить снятие тех денег, которые сейчас консолидировала банковская система. Конечно, нужно понимать, что в современных условиях никто не будет это делать как-то, назовем так, жестко, принудительно, какими-то карательными мерами. Это будет делать через стимулы. Самое простое через налоговые стимулы. Будет, скорее всего, увеличиваться размер суммы, который можно внести на индивидуальный инвестиционный счет, размер вычета, который можно будет получить на этот инвестиционный счет. Срок, когда вы можете забрать денежные средства с этого инвестиционного счета, постепенно будет расти. Мы это и понимаем. То есть раньше было через 3 года, сейчас уже 5, а планируется вообще через 10 лет. То есть то, что сейчас делается и в правовом, и в налоговом, и в финансовом плане в рамках финансовой политики, которую проводит государство, это ограничение скорости обращения денег и трансформация тех денег, которые консолидировались сейчас в рамках банковских депозитов, в инвестиционные инструменты, которые должны принимать российские компании и корпорации. Они могут получить достаточно дешевое, длительное финансирование, чего не было, в принципе, за последние лет 90-100, как в Российской империи, так и в СССР. То есть у нас компании не могли получать дешевых, длинных денег. Скорее всего, это будет сейчас через стимулирование того, что у населения эти денежные средства получаются и нужно наладить вот эти вот связки, механизмы, связанные с тем, чтобы эти деньги длинные, дешевые. Ну, как дешевые? Акционерный капитал, он бесплатный. То есть, когда вы стимулируете людей инвестировать в акции российских компаний, акционерное общество получает деньги в форме акционерного капитала, а не в форме кредита, инвестиционного какого-то проекта, за который нужно, во-первых, вернуть деньги, во-вторых, заплатить проценты. Вы получаете акционерный капитал и в будущем поделитесь только чистой прибылью. Поэтому я думаю, что дальше это будет развиваться. Это приведет к значительному спросу на акции тех компаний, которые уже сейчас существуют и которые первыми начнут в этом внедрять. Я за этим активно слежу, использую это для прироста своего собственного капитала, призываю вас тоже этим заниматься, как вы уже все знаете. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!